Приветствую вас, давайте разберем наш вопрос. Роздались мы с молодым человеком еще в начале ноября из-за его качелей по моей инициативе. В новогоднюю ночь написал мне поздравление, которое я проигнорировал, а соответственно не ответил ничего и не поздравил, а так как он даже не попросил прощения. Спустя сутки в гонкин у меня в ЧС везде помогает разобраться, что значит его такие действия и как себя вести. Ну, что означают такие его действия мы не скажем, потому что это обсуждение третих листов, третих листов психологи не обсуждают. Я думаю, что отвечая вам на вопрос, как себя вести, было бы неплохо как-то, ну, цель поставить. То есть как себя вести, чтобы что? Вы расстались, по крайней мере, с этой позиции. И, по крайней мере, с этой позиции, вот именно с этой позиции, по крайней мере, да, вот, что вы расстались. Не очень, не очень, не очень понятно. А как можно себя вести? То есть как можно себя вести, если вы уже расстались? Зачем как-то себя вести, если вы уже расстались? То есть я этот момент, вот этот момент, честно говоря, я не понял. Вы расстались, все, отношения закончены. Другой момент, что вы ждете от него прощения. Тоже не совсем, не совсем понятно, за что. Ведь расстались вы с ним. А качели для него могут и, могут и не быть проблемой вовсе. То есть, то есть, это проблема для вас. Но не для него. Для него это может и не проблема. И, соответственно, как вы к ним относитесь? Пока, получается так, на данный момент, получается так, что вы, как будто бы, надеетесь и ждете, что человек изменит. То есть, вы как будто бы ждете, что человек будет вести себя, ну вот, как-то вот по-другому. то есть, вы ждете, что вот он перед, ээээ, перед вами извинится, ээээ, сейчас. И, все будет так, как вы хотите. Вот. Ну, а где, где гарантия, что он изменится, и где гарантия, что все будет так, как вы хотите? Вот. То есть, грубо говоря, за что вы хотите, чтобы он перед вами изменился? За что он должен прохить прощение? Мне кажется, что именно этот момент, ну, ожидание, надежда на то, что он попросит во спрощение и рождает этот конфликт. То есть, расставаясь с ним, вы ожидали, что он вернется назад, а он не вернулся. Понимаете? А он не вернулся, а он не захотел возвращаться назад. То есть, иными словами, иными словами, вы сыграли в манипуляции, вот, и манипуляции не удалось. как-то так. Отвечай на вопрос. Как себя вести? я бы задал встречный вопрос. А какое у вас к нему отношение? вот, исходя из того, какое у вас к нему отношение, исходя из этого, вам и нужно смотреть. если вы человека любите, если у вас есть симпатия к нему, к человеку, если у вас есть к нему чувства, а самое, наверное, главное, это если вы готовы принять его качели, то можно восстановить, можно восстановить одно, можно восстановить общение с ним. возможно. Возможно, возможно, Вот. Если же вы не принимаете его, если вам ну, тяжело, если вы как-то рассчитываете на то, что он будет другим всё-таки, вот, то какой смысл тогда что-то, ну, что-то восстанавливать, и какой смысл тогда опять же как-то себя вообще вести. Вот. То есть, для чего как-то себя вести в таком случае. Вот. Поэтому самое главное противоречие, на мой взгляд, здесь заключается в том, что вы вы вроде как с человеком расстались, а в то же время как-то ходить себя с ним вести, как будто бы у вас есть надежда на то, что отношения можно восстановить. Ну, восстановить их, может быть, и можно, может быть. Тут только, что это будет за отношения. И не расстаньте ли вы опять. То есть, я вот свожу в данном случае всё именно к тому, что вроде как вы с человеком расстаётесь и в то же время вы ему не отвечаете, да, то есть, вы его игнорируете, вот, что тоже является вашим правом, на мой взгляд, вот. Но в то же время вы говорите, ну, а как мне себя вести? Вот. Подразумевая, что ну вот, какое-то будущее у вас есть. Вот. Ну, имеется в виду какое-то будущее у ваших отношений я имею в виду есть. И вот мой вопрос, он только об этом. Какое это будущее, если вы его не принимаете? Вот. Вот как-то, как-то так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаёте. и исходите уже именно из своих вот собственных предпочтений. Можете ли вы, не можете ли вы в нём, значит, что-то принять, да? Хотите ли вы это сделать или нет? Достаточно ли каких-то каких-то его, ну, скажем так, плюсов, да? То есть, достаточно ли вам каких-то достоинств, по вашему мнению, или достаточно ли вам вот того, что вы к нему чувствуете, если, опять же, чувствуете. Вот. То есть, это вот, на мой взгляд, то, на что нужно вам опереть. Операть. Вот. Сейчас же вы демонстрируете, конечно, ну, такое вот, я бы сказал, да? Недоверие себе, то есть, вам как будто бы чего-то хочется, но вы себе, как будто бы, это, опять же, запрещаете. Предполагаю, что вам, молодой человек, что-то, должен. И, опять же, вы имеете полное право считать, что он вам что-то должен. Вы имеете полное право так считать. Вопрос в том, будет ли он это делать. Готовы ли вы принять, если он этого делать не будет? Если вы не готовы, то, просто, в таком случае, на мой взгляд, все превратится в опять, ну, опять в ссоры, опять в конфликты, и все. И вы опять расстанетесь. И, и, в следующий раз, если вы расстанете, в следующий раз, восстановить отношения будет, гораздо, труднее, гораздо, сложнее, с каждым новым разом. Вот. Потому что, с каждым новым разом, это будет, все больше и больше, походить на, ну, уже какой-то больше, ну, допустим, цирк, да, клоунаду, что-то такое, вот, несерьезное, нежели чем, серьезное. Самое-то здесь главное, что, что, возможно понять, что, ну, вот, ну, не нравится вам, качель, да, вот, тяжело вам, воспринимать эти самые, качели, да, ну, да господи, нормальная эта история. Абсолютно нормальная, что вам, тяжело, вот, находиться в, качелях. Абсолютно, абсолютно это нормально. не каждый человек захочет быть в этих качелях. Так, а что вы, вопрос-то в том, что вы дальше с этим делаете? Понимаете, в чем штука? Вот. Мне, мне лично просто показалось, что, как-то вы, вот, до сих пор, вероятно, и не определились, а что же вот, что же я дальше-то делаю с, ну, с, ну, с собой, да, что я дальше делаю, там, там, вот, со своими ценностями, со своими чувствами, вот, как я дальше с ними обращаюсь, и хочу ли я как-то с ними обращаться. Еще один важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Ваше внимание. А вы говорите, спрашиваете, как себя вести. То есть, предполагается, что вы не знаете, как себя вести. И, мой вопрос к вам, он такой, а, что с чем, что с чем, вас борется. то есть, а, какой конфликт у вас здесь есть? Если есть. Вот, вот, мне бы, очень бы хотелось, чтобы вы, на этот вопрос, постарались бы, просто, что вы, 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 подумать и ответить. То есть, что, что, с чем, конфлик, эээ, конфликтов, у, ну, у, 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 вот. Эээ, так, мы могли бы, вероятно, лучше, увидеть, и, сформулировать, проблему. Лучше ее, что ли, понять, лучше ее, заметить, нам бы это, очень сильно, помогло. вот, как-то, как, как-то так, я бы мог вам, ответить, с точки зрения, психологии, с точки зрения, психотерапии. я надеюсь, что, вам это было, интересно, я надеюсь, что, вам это было, полезно, я, хочу, пожелать, вам, всего, самого, доброго, хочу, пожелать, вам, удачи, хочу, пожелать, вам, скорей, скорейшего, скорейшего, обращения, к, психологу, вот, для того, чтобы, разобраться, в, себе, вот, и, возможно, возможно, тогда, мы бы, мы бы, получили, определенную, возможность, для вас, например, как-то, вот, отношения, что называется, немножечко, ну, если не, избравить, то, по крайней мере, вы могли бы, определиться, для себя, то, что, вы, хотели бы, с этим, дальше, делать, вот, а, удачи вам, обращайтесь, за помощью, не затягивайте, будем рады, помочь.